Нужно придумать граф, в котором 1681 вершина, ребра раскрашены в 42 цвета таким образом, что из всех вершин выходит поровну, а именно по 40 штук ребр каждого цвета, и среди любых 42 вершин присутствуют ребра всех цветов. Итак, что такое 41? 41 это? 1681 это 41 в квадрате. Верно. Почему именно 41? Смотрите, когда вы берете одну вершину, у вас стоит 1680. Как вы думаете, что мне здесь важно? Вы возьмете правильно 1681 угольник, а отметите какую-то вершину. Первые 40 вершин будут одного цвета, вторые 42 отревески будут второго цвета и так далее. А что не получится? Получится. А как? Получится. Расскажи. Не получается. Ну и потом она приверла и будет по часовой стрелке. Ну, повернуть и что? Почему среди любых 42 вершин будут присутствовать все цвета? Ну потому что... Так вы не догадаетесь, что такое П? Простое число. Вот. 41. Что? Простое. Давайте я запишу сюда. Вот это вот, это конечно П квадрат, это конечно П плюс один, это П минус один, но это соответственно П плюс один. Отлично. Так о чем эта задача? Как для любого простого числа П естественно организованы П квадрат точка? Просто нужно взять П квадрат точку и посмотреть по металле П. Правильно. Просто нарисовать то, что называется афинная плоскость. То есть, смотрите, надо брать точки вида xy, где x пробегает от нуля до П минус один, ну и y тоже пробегает от нуля до нуля. Понятно? Господа. Отлично. А теперь вопрос, как красить? Надо схожить и посмотреть остаток определения на П. Сложить и посмотреть остаток. Сложить и посмотреть остаток. И x плюс y это и будет цвет, да? Ну, смотрите. Во-первых, тогда количество цветов будет не такое, как надо. Во-вторых, если вы... А, кстати, хорошая идея на самом деле. Действительно, сложить и посмотреть остаток. Почему тогда все суммы будут? Вот я это не понимаю. Если мы взяли много вершин, почему обязательно все суммы будут? Ну, это просто неправда. На плоскости есть такая штука, как прямая. Правильно? А у прямой есть угловой коэффициент. Так вот, когда у вас есть две точки, давайте договоримся красить в угловой коэффициент прямой, которая проходит через эти две точки. То есть, если есть одна точка с координатами x,y и другая точка с координатами z,t, то цветом для этого ребра будет такое выражение. Для ребра, который соединяет эти две точки, цвет будет задаваться так. x минус z к y минус t. Ну, наверное, это нужно как-то подробнее объяснить. Давайте я сначала для случая, когда p равняется 2. Тогда у нас точек, смотрите, сколько. Есть точка 0,0. Есть точка 1,0. Что еще бывает? 0,1 и 1,1. Смотрите, какие бывают тогда прямые. Смотрите, вот эта прямая и параллельная ей вот эта прямая. Вот эта прямая и параллельная ей вот эта прямая. И, наконец, эта прямая и эта прямая. Вот у нас есть всего три направления прямых. Давайте вообще вспомним, как в принципе задается любая прямая на плоскости. у равняется kx плюс b. Вот это вот число k, y равняется kx плюс b. k угловой коэффициент. На самом деле, бывают и другие прямые. А именно прямые, которые заданы уравнением x равняется константе. Вот, собственно, других прямых нет. Это вертикальные прямые. Их ровно p штук. Таких прямых тоже p штук в зависимости от b. Так, поскольку я боюсь, что народ сейчас не понимает, давайте сделаем следующее. для случая, когда p равна 3. Давайте, собственно говоря, посмотрим, что это за точки. Их всего будет 9 штук. И посмотрим, что это за пример. Итак, точки бывают такие. 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 Замечательно. Господа, смотрите, пожалуйста, как устроена плоскость из 9 точек. Она устроена так. Есть одно направление. Это направление горизонтальное. Все понимают? Замечательно. Есть второе направление. Это направление вертикальное. Но вообще-то направлений 4. Давайте посмотрим, какие еще бывают направления. А очень просто. Есть вот такое, смотрите. Вот эта диагональ. Параллельная ей прямая, состоящая из вот этих вот точек. Понятно это или нет? Потому что, как переходите от этой точки к этой? Прибавляя по единичке, да? Стоп, а я неправильно написал. Прибавляя по единичке, это будет не сюда. Это здесь наоборот. Здесь прибавляете, а здесь вычитаете единичку. Вот. Здесь надо прибавить единицу, здесь надо вычесть единицу. Теперь, к этому прибавили единицу, а из этого вычли единицу, получили вот эту точку. Отлично. И еще одна штука. Это, не знаю как объяснять, но вот эта точка и вот эта. Здесь идея такая. Надо в переходе прибавлять единицу к абсциссии и вычитать из ординаты. Здесь тоже самое. Прибрали единицу, вышли из ординаты, получили 2,2. Вот. Это вот такое направление. И есть еще одно направление. А именно вот такое. Ну вот. В общем, не знаю. Мне кажется, я понятно объяснил. Так. А теперь вопрос. А почему выполнено вот это условие? Покажи, пожалуйста. Среди любых P плюс 1 вершин есть обязательно ребро любого цвета. Как вы считаете? Так. Вспомните. Что такое цвет? Цвет – это направление. Правильно? Значит, на афинной плоскости любого направления у нас ровно P прямых. Правильно? Они составляют параллельный пучок из P прямых. Отлично. А если P плюс 1 вершина, то что? P плюс 1 точка лежат на P прямых. Значит, какие-то две где окажутся? На одной из этих прямых. Правильно? Ну вот, например, у нас здесь есть три прямые. Если мы берем четыре точки, то на одной из этих прямых окажутся две точки. Значит, эта ребро будет покрашена в нужный цвет. так, давайте я коротко повторю. Мы в качестве цветов берем угловой коэффициент. Угловых коэффициентов всего P плюс 1. То есть, вот здесь вот P-вариант для числака от нуля до по минус 1. И еще вертикальные прямые, они в таком виде не записываются. И в таком виде не пишутся. Все понятно? Все при включении. Продолжение следует.